Дорогие друзья, здравствуйте! Вечер добрый! 13 октября у нас сейчас на календаре. Не совсем в обычное время мы проводим вебинар, проводим его вечером, но тому есть замечательные объяснения. Дело в том, что мы сегодня будем говорить о Соединенных Штатах Америки, об эмиграции в США с экспертами, и поскольку эксперты наши в США и находятся, если точнее они находятся в Сан-Франциско, то для них сейчас самое утро, для нас сейчас самый вечер, и, соответственно, это самое удачное время, когда все мы могли встретиться, не нарушая ничей сон и покой. Почему мы говорим об эмиграции в США, я думаю, долго рассказывать я не буду. Это в США по-прежнему самое популярное направление для переезда, и скажу я лучше о том, как мы построим наше сегодняшнее мероприятие. Но сначала я представлю наших экспертов. Итак, Григорий Финкельсон, президент American Corporate Service. Григорий, здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Самокиш, директор по развитию American Corporate Service. Андрей? Здравствуйте! Приветствую всех! И Стуяна Куперск, лицензированный иммиграционный адвокат American Corporate Service Law Offices. Стуяна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, как вы поняли, у нас три эксперта. Поначалу мы, наверное, минут 25 первый, проговорим с Андреем. С Андреем мы будем разговаривать просто о специфике открытия бизнеса в Америке, поскольку сегодня в основном мы будем говорить о том, как с помощью открытия бизнеса или имея какой-то бизнес можно переехать в США. Итак, с Андреем говорим об этом. Дальше мы перекидываем определенный мостик от наличия бизнеса уже к миграционным вопросам. Мы с Григорием мы обсудим, как вообще бизнес можно открывать, какие технологии здесь существуют и перейдем к тому, а как же, собственно, какие программы существуют в США, чтобы бизнес стал путевкой к американскому, если не гражданству, по крайней мере, к визе или грин карте. Ну, а затем с Туяной мы обсудим, какие действительно программы сейчас существуют, как они практически работают и какие существуют условия у людей, чтобы претендовать с помощью открытия бизнеса на, ну, в конечном итоге, может быть, на гражданство, но, по крайней мере, на переезд в Америку. Итак, еще раз напоминаю, у нас работает традиционный чат, вы здесь можете задавать вопросы, на все постараемся ответить. Если на какие-то не ответим сейчас, ответим позже. Попрошу сразу же публиковать контакты специалистов компании American Corporate Services и American Corporate Services Law в чате. Параллельно приветствую всех, кто сейчас в Фейсбуке нас смотрит, у нас параллельно трансляция идет. Ну, и последнее, что, наверное, перед тем, как уже начать общение, скажу, что запись вебинара через несколько дней появится на канале Прян.ру и в Ютубе, и там же появится подробный отчет текстовый о нашем мероприятии с контактами экспертов, так что вы сможете задавать им вопросы и через форму обратной связи. Все, поехали. Андрей, остаюсь с вами один на один, зрители приглашаю задавать вопросы. Давайте с такого общего, может быть, вопроса начнем. Открыть бизнес в Америке и открыть бизнес в принципе – это все-таки немножко разные вещи. Исходя из вашего опыта, в чем основные трудности, что должны учитывать люди, заинтересованные в открытии бизнеса? Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, наши слушатели, участники вебинара. Благодарю, что вы сегодня с нами. С радостью готовы поделиться нашим опытом, который позволит вам проложить. Моя задача – помочь вам осознать, увидеть такой путь, который вы можете проложить для себя, чтобы переехать в Америку более подготовленно, уверенно, например, открыв свой бизнес в Америке. Да, в самом деле, тот, кто уже занимался бизнесом, даже в своей стране занимается, знает, что это нелегкое дело поднимать бизнес, его открывать, начинать. Еще по-другому это звучит, когда открыть бизнес в Америке. Особенности свои однозначно есть, но я не хотел бы, чтобы это вас останавливало, пугало, чтобы вы как-то долго на этом вопросе топтались, чтобы вообще приступить к такой мысли, что как же открыть в Америке бизнес. Давайте, Филипп, если вы можете, откройте слайд, я немножко пройдусь по особенностям, как открывать бизнес, с чем вы столкнетесь в Америке в первую очередь, если вы предприниматель и хотите открыть свой бизнес и развивать его в Америке. Ну, первое, что хочется сказать, что это однозначно особенность такая вот, да, у вас должна быть здесь официально зарегистрирована компания, бизнес, чтобы вообще говорить, что вы чем-то занимаетесь, не просто там сотрудник, а вы открываете свой бизнес, предоставляете услуги, продаете товары. Здесь так все устроено, что вам нужна компания, официально работающий бизнес. Я специально в слайде указал, что это должно быть must have. Must have – это значит, ну, по-другому никак, да, кто по-английски немножко изучает, тот знает, да, что по-другому никак. Вот, это нужно себе уже как сознание сразу подготовиться. Вторая особенность – интернет-площадки. Здесь есть свои локальные, так скажем так, интернет-площадки, на которых продаются товары, рекламируются услуги. Их нужно знать, изучать конкурентов, знать рынок. Ну, например, я дальше скажу, что, да, там на слайде будет, что есть такая площадка, как Yelp, и либо Craiglist, либо на Facebook здесь продают много. Если вы еще никогда не слышали об этих площадках, в самый раз вообще подготовиться и начать изучать этот большой рынок. Вообще рынок США – это 330 миллионов людей, 51 штат – это огромная страна с большой покупательской способностью, и здесь развивать бизнес, если по правильной стратегии, то легко. Здесь покупают, здесь развивается легко. Есть дух предпринимательства и свободы. Дальше. Я бы сказал, что внутренняя система компании устроена по-другому, и найм персонала происходит совершенно по другим правилам, по другой системе. Это нужно знать. Конечно же, не секрет, что здесь все говорят на английском, ну, как все, да, то есть базовый английский, да. Я знаю, что многие предприниматели переживают по этому поводу, что хватит ли мне языка, да, уровня английского языка, чтобы переехать в Штат и вести бизнес. Отвечу, что пока вы в своей стране, начинайте изучать английский, однозначно, берите курсы, развивайтесь, да, но этим должно вас тормозить. С базовым английским можно здесь начинать вести бизнес и устраиваться на работу, если у вас все легально, если у вас документы найдены. И такой вот последняя особенность, наверное, о которой я хочу обратить внимание, это часовой пояс, да, если вы у себя в стране, и вы будете прощупывать бизнес, то нужно понимать, что мы находимся в другом часовом поясе. И что еще интересно, есть Штаты, которые отличаются друг от друга по часовому поясу. То есть даже Нью-Йорк, например, да, мы находимся в Сан-Франциско, это 4 часа разница, когда у нас еще, может, рабочий день, там уже Нью-Йорк спит где-то там. Вот. Андрей, давайте перейдем тогда от, ну, таких, может быть, общих, более частным моментам. Понятно, что компании можно открывать совершенно разным, ну, по-разному, да, разные пути. И даже те люди, которые уже имеют какой-то опыт здесь, могут, ну, задаться вопросом, а все-таки, какая структура по вашему опыту, исходя из того, с какими компаниями вы имеете дело, сейчас может быть наиболее эффективно. Что скажете? Вы имеете в виду, какие бизнесы более популярны здесь, либо какой бизнес открывать? Ну, например, какой бизнес и как вот идти по этому пути? Какие стратегии эффективнее всего можно использовать на ваш взгляд? Ну, смотрите, чтобы не, чтобы быть подготовленным и увидеть эти пути, как можно вообще бизнес начинать и почему это легко, откройте, пожалуйста, один из слайдов моих. Я наметил для себя и хочу показать зрителям возможности развития бизнеса под три пути, да. Первое. Если у вас есть желание развивать свой стартап, ну, например, мы находимся в Сан-Франциско, в Калифорнии, это силиконовая долина, это сердце предпринимательства, стартапов, вот. Но никакой стартап не приходит, не всплывает, скажем так, без некого капитала, да. То есть все стартапы, они пытаются создать такой продукт, полезный для общества, но для этого все равно нужен капитал. Я выделил, что здесь, в Америке, вы можете, вы можете создать свой стартап, для этого вам понадобится капитал, команда, компания. Must have, опять-таки, да. И есть инструменты, которые позволяют собрать на свой стартап, например, до 75 миллионов долларов. Ну, вдумайтесь в эту цифру, сколько добра вы сможете принести, сколько вы можете полезности создать на эти деньги, какую компанию, какой масштаб. Да, второе направление, которое бы я хотел выделить, это Амазон. Ну, все слышали про Амазон, какой-то секрет, но продавать на Амазон в Америке, это совершенно другие вещи. Ну, например, вы можете пользоваться складами Амазон, полностью логистикой. Вам, по сути, здесь не понадобится отдельный офис, чтобы вести настоящий бизнес, но продавать на рынке в Америке. Я считаю, что это большое преимущество. Для этого вам понадобится компания и, конечно же, желательная торговая марка, тогда вы сможете легче продавать и получить определенный статус на Амазон. Третий путь, который, наверное, у многих предпринимателей уже существует в своей стране, это когда у вас есть свой бренд, есть какой-то бизнес, который достаточно хорошо развивается, но вы хотите его вывести или перевести, да, как говорят предприниматели у нас все, перевести свой бизнес в Америку, делать то же самое, но под каким-то другим углом немного, но в Америке, иметь доступ к американскому рынку. Пожалуйста, здесь бы я хотел выделить, как на слайде видно, да, синеньким, я хотел бы выделить, что здесь понадобится вам специфическое продвижение. Нужно знать, как продвигаться на рынке США, чтобы выйти на рынок США. Вот такие три пути я хотел бы обозначить и немножко дальше. Ну, может быть, чуть-чуть подробнее, давайте вот, например, по каждому из них, как я понимаю, можно говорить довольно долго, но в практическом смысле, если мы коснемся с этого, вот, например, ну, вот шаги, которые нужны, если мы говорим о наличии собственного бренда и возможности переноса его в США. Да, ну, вам понадобится однозначно дваязычный сайт с контактами в Америке, да, люди, когда они, это кредит доверия, когда зайдут на ваш сайт, там должны быть офис, контакты внизу. Кроме того, что представлен продукт ваш, люди будут смотреть, где же вы находитесь и можно ли с вами работать в степень доверия. Второе, как я сказал, здесь в Америке очень много услуг и товаров продаются на Yelp, да, ну, а чтобы на Yelp зарегистрироваться, здесь быть локальной компанией, опять-таки, вам понадобится регистрация. Соцсети. Здесь очень много продают в соцсетях. Например, если вы никогда не пробовали продавать на Facebook либо LinkedIn, то это здесь очень популярно. Да, я понимаю, что LinkedIn, возможно, для кого-то сейчас закрыт, но остается Facebook, остаются другие соцсети, подумайте про это. Реклама. Да, здесь много люди тратят на рекламу, но зарабатывают совершенно другие деньги. Если вы раньше не тратились на рекламу, здесь вам нужно будет задуматься и выделить бюджетные. Если у вас, вы хотите заходить своим бизнесом сюда, как я и говорил, вам понадобится система. Это компания, офис, счет в банке, команда, логистика. Это все нужно продумать. И наша компания с удовольствием, мы готовы помочь в таком вот регистрации всех этих моментов, чтобы вы спокойно занимались своим делом, мы это можем взять на себя, и чтобы все, как говорится, начать с официальной точки, и вам будет проще. Андрей, вот оточнить хочу, а с какими, чтобы было просто понятно, может быть, наверное, сразу, чтобы рассказать, с какими бизнесами вы работаете, то есть вот эта часть работы в вашей компании, в чем она заключается, то есть вот в чем вы помогаете людям, которые хотят перенести свой бизнес, или, может быть, открыть его с нуля? Смотрите, ну, только я и сказал, что вы не можете предлагать свои услуги и товары, пока у вас нет официальной компании, например. Да, то есть регистрация компаний, все вопросы, связанные с этим, пожалуйста, рады будем помочь. Торговые марки, регистрация и, соответственно, due diligence по бизнесам, да, то есть узнать больше про какой-то бизнес, сделать ресерч, подготовить полностью разведку по нише, по бизнес-нише, по вашему направлению. Вот, то есть эти все моменты, полностью создать базу, вот такую вот, да, чтобы вы были осведомлены и знали все особенности подводной камни по вашему направлению. Пожалуйста, почему бы и как бы не начать с такого вот хорошего старта? Окей, вы бы сказали несколько слов о бренде, давайте тогда к следующему слайду перейдем. Это чуть более подробно о следующей схеме открытия компании, как вы ее себе видите. Да, знаете, к нам обращаются очень много ребят, которые имеют хорошие идеи, да, и хотят иметь свой стартап. Вот, я скажу, что, повторюсь, что Сан-Франциско – силиконовая долина сердца стартапов, вот, и, соответственно, здесь есть все инструменты, которые помогают людям собирать деньги на свой стартап. Ну, в хорошем смысле – собирать, то есть получать инвестиции, да. Чтобы вообще стать на рассмотрение вашей идеи, да, то есть как бы нужно пройти определенную подготовку. Иначе вы даже не в ряду тех, кто может заявить со своим, заявить свою идею. Более того, да, если, как на слайдах показан путь краудфандинг – это сбор инвестиций, да, от большого количества инвесторов, поэтому называется крауд, да, там толпа собирает деньги. Вот. И, соответственно, если вы хотите вообще стать на рассмотрение своим проектом, то вам понадобится, например, в Америке вам понадобится все равно компания. Вам понадобится какой-то период уже работы этой компании, и, конечно же, запросят финансовую отчетность, да, чтобы вы уже были на какой-то стадии. Но я думаю, что стать, получить доступ к рынку и выйти со своим стартапом, и быть успешным со своим стартапом, мне кажется, Америка, особенно Сан-Франциско – это такое хорошее место, где это все реально, да, и, как видите, вы можете собрать до 75 миллионов долларов на свой стартап, и, как показывает статистика, проекты собирают очень легко, например, начиная, ну, там, до миллиона долларов и дальше. Просто вот это вот 75 тысяч долларов, например, здесь такой путь немножко долгий, но он также реальный. Итак, что же вам нужно, чтобы получить эти инвестиции, да, например, заявить? Вам нужна идея, работающий прототип, да, и очень часто инвесторы спрашивают, покажите, что спрос на ваш прототип уже есть, да, то есть вы уже предложили кому-то, например, 10 человек готовы купить или купили, и тенденция на развитие бренда есть. Дальше. Вам понадобится подача, да, вот на слайде есть там, есть раздел, то есть вам нужны будут презентации, сайты, соцсети, все упаковано на английском языке, понятно, доступно и интересно. То есть это подача, это прям больше 50% успеха. Как я и сказал, вам понадобится компания в Америке и команда, то есть хотят видеть команду специалистов, которые спецы в этой сфере. То есть нельзя просто заедить идею и сказать, что вы там разбираетесь, должны еще быть за вами люди, которые будут реализовывать идею. Они знают об этом, каждый соучастник. Так, Филипп, покажите слайд, пожалуйста. Как я и говорил, конечно, запросят аудит, финансовые учрительные документы компании в США. То есть если вы думаете, что нужно показывать документы вашей компании в вашей стране, где вы сейчас находитесь, то мало кому это может быть интересно, то есть нужно показывать документы в Америке, компании, которая находится в Америке. Вы, сразу просто задам вопрос, вы эти документы помогаете оформить? Вы знаете, очень часто многие бизнесы, они не то что на коленке существуют, но одно дело иметь какой-то опыт, какие-то документы, на русском языке, на украинском, на казахском, это одна история, и другое дело показать это все, мало того, что представить на английском, тут же надо еще как-то с умом, что называется, это сделать. Ну да, понимаете, тут как бы хорошая новость в том, что когда вы регистрируете компанию с нами, то эти документы, они уже будут у вас на руках после регистрации, и дальше компания будет развиваться по официальному, нормальному пути. Все эти документы вы будете генерировать постепенно, они уже будут у вас собраны, и дальше можно, как говорится, быть уверенным, что вы официально, юридически, например, готовы, готовы к тому, чтобы предстать перед инвесторами и показать свободно, что вы готовы, и у вас все в порядке вот с этой составляющей. Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Напоминаю, если какие-то к Андрею есть вопросы, вы можете задать их сейчас, или контакты Андрея есть, вы можете задать их позже, там в частном порядке, и электронная почта, и телефоны есть. Если удобно, мы на часть вопроса сможем ответить в конце нашего диалога с Андреем, перед тем, как мы начнем разговаривать с Григорием буквально через несколько минут. А можете же ответить уже в конце по завершении беседы с Григорием Истуянкой. Итак, про Амазон, несколько слов буквально, чуть подробнее, пожалуйста. Да, как я и говорил, Амазон это очень классная штука, если его еще развивать бизнес в Америке, да, то есть чем хорошо, тем, что у вас появляется опция фулфилмент, да, и Амазон делает за вас все. Ну, грубо говоря, вам дают площадку, склады, например, вы покупаете товар в Китае, он доставляется в Америку на склад, там он расфасовывается, там он, все эти кирки клеятся, готовится товар полностью для того, чтобы его отправить покупателю, например, в Америке. Хорошая новость в том, что вы можете, например, находиться в России и продавать товар ваш, который вы купили, продавать в Америке, американской аудитории, на американском рынке. За, ну, сами понимаете, что это и валюта другая, и возможности совершенно другие. Вот. Для этого вам нужно, вам понадобится аккаунт на Амазон, зарегистрированный здесь, вам понадобится, желательно, торговая марка зарегистрирована, компания однозначно, счет вам в банке, в американском банке. Вот. Ну, бренд, понятно. Да, и, конечно же, нужно будет этот товар, который у вас есть, завести на аккаунт полностью на английском языке, полностью это по маркетингу продумать. Вот с этим всем мы тоже помогаем, и чтобы вы уже спокойно вышли на рынок США, если у вас есть хороший товар, задумка, чем торговать, мы поможем вам это реализовать, официально все оформить, и чтобы вы спокойно занимались любимым делом. Мы начинали узнавать рынок США, чтобы постепенно создать для себя основу для переезда, быть готовым к этому, потому что многие хотят, хотят переехать, но их останавливает, они не знают, чем они здесь будут заниматься, они не знают, они переживают, как зарабатывать. Вот. И вот такой путь. Ну, и тогда, наверное, в заключении нашей с вами части беседы, Андрей, вопрос такой, ну, понятно, что люди не знают, да, и очень много вопросов связанных с таймом персонала, с, там, оценкой, а вообще этот бизнес кому-то интересен, и очень часто начинать нужно еще до того, как ты приехал. Когда ты приехал, уже поздно, там уже надо пахать по полной. Несколько слов тогда можно об этом, конкретные, может быть, рекомендации, конкретные проекты, конкретные сайты, которые помогут тебе в этом вопросе на первых шагах открытия бизнеса в Америке. Да, я хочу сказать, что да, в самом деле многие шаги вы можете начать уже делать прямо сейчас, находясь в своей стране, узнавать рынок, общаться с потенциальными помощниками, ассистентами, которые здесь живут, знают английский, вот. И чтобы эту структуру прощупать, узнать и удаленно начать создавать, подготовиться, вот, вам в помощь будут такие источники в онлайн-платформе, возможно, о которых вы еще не слышали, либо не уделяли должного внимания. Мы здесь и все пользуемся этими источниками, мы знаем их, здесь продается все это на этих источниках. Потому слайд, который вы видели, если кому-то интересно, я могу отдельно этот список отправить, дайте запрос. Вот, ну такие источники, да, вот как ZipRecruiter, мы все здесь ищут персонал очень удобный. GoDaddy создают сайты, я уверен, что вы о нем еще раньше много не слышали. Ну, то есть торговую марку где регистрировать, где компанию регистрировать, где товары проверять. Вот вам ссылка на Yelp, да, то, чем здесь все занимаются, все продают здесь и собирают, как бы, там, аудиторию. То есть все эти источники посмотрите, зарегистрируйтесь там, прощупайте, начинайте изучать, даже если у вас нет английского. Google вам в помощь, переводите, интересуйтесь, заряжайтесь этим, будьте готовы, чтобы не получилось так, что вы приезжаете в первый день уже здесь, начинайте это все делать. Более того, на эти все шаги вам абсолютно, практически на все шаги не понадобятся деньги. Вы можете делать ресерч сейчас, вы можете переписываться с сотрудниками, какие-то анализы конкурентов делать. Ну и когда будете немножко подготовлены, пожалуйста, к нам, зарегистрировать в компании, все, и это можно сделать так же немножко заочно и, соответственно, готовиться, готовить базу основательно. Вам будет спокойнее пережить Америка. Окей, друзья, через минуту буквально к нам присоединится Григорий Финкельсон, президент Американ Корпорейт Сервисов. Григорий, подключайтесь тогда вы, вот тут просто пошли первые вопросы. Мы давайте поступим следующим образом. Григорий, во-первых, здравствуйте еще разочек, видите, слышите меня. Да, здравствуйте. Григорий, давайте тогда с вами мы вот о чем начнем. Еще раз представляю, Григорий Финкельсон, президент Американ Корпорейт Сервисов. Собственно, что можно сделать удаленно, чего удаленно сделать нельзя, потому что, ну, где наличие компании, а где ее регистрация в Америке? Для очень многих эти параметры не очень очевидны. Как вы здесь можете помочь, что реально сделать и за границей, чего нельзя сделать за границей? Ну, я бы сказал, что практически все можно сделать дистанционно, просто надо как бы оценивать целесообразность. Но, по крайней мере, вот этот первичный шаг, как регистрация компании, получение налогового номера, открытие банковского счета, в общем-то, это мы рекомендуем делать заочно, потому что нет смысла вам, допустим, приехать в Америку и просто сидеть и ждать, пока пройдет регистрация. Гораздо проще приехать, когда уже компания будет открыта. Вот, поэтому, как бы, начать процесс проще заочно, но когда мы говорим анализ конкурентов, например, и, как бы, конкретно посмотреть, как работает какой-то бизнес и пощупать его, конечно, лучше приехать и походить и посмотреть, как это физически все работает. Можно еще тогда общий такой вопрос? Все-таки мы изначально исходим из того, что человек открывает бизнес, в том числе и для того, чтобы решить некоторые иммиграционные задачи. В общем случае, масштаб бизнеса и решение этой задачи, как они взаимосвязаны? То есть, что ты должен открыть, какими масштабами ты должен оперировать с тем, чтобы это помогло тебе в иммиграции? Ну, тут, скажем так, если вы не просто открываете бизнес, а также планируете перевозить свою семью в Америку, то, во-первых, вам надо начать с того, в каком штате регистрировать, потому что, с одной стороны, в Вайоминге льготное налогообложение, а с другой стороны, там далеко до Силиконовой, или, как оно, Кремлевой долины, если, допустим, у вас бизнес связанный с компьютерами, с софтвером и так далее. И плюс к этому, наверное, как бы сам стиль жизни и уровень жизни нельзя сравнивать, как бы, с Сан-Франциско и, как бы, окрестности Сан-Франциско с Вайомингом, потому что там, наверное, хорошо сельским хозяйством заниматься, там, или быков разводить каких-то. Конечно, если у вас... Надо оценивать, в общем-то, то, чем вы планируете заниматься, как это увязано с тем, где вы хотите жить и где, как бы, благоприятная обстановка для вашего бизнеса в том числе будет. Хорошо. Давайте тогда еще один вопрос, который, кстати, к нам поступил еще до нашего вебинара. Открыть компанию в Соединенных Штатах. Что для этого нужно? И, ну, допустим, нам с вашей помощью, насколько это тяжелый процесс? Или, в общем, ну, так, не так страшен черт, как его молитва? Да, черт совершенно не так страшен, тем более, если вы обратитесь к нам, потому что, ну, так, без ложной скромности скажу, что в этом году мы отметили 30-летие своей компании. Вот. Поэтому за эти 30 лет мы зарегистрировали много тысяч компаний. Мы где-то 10 лет назад досчитали 7 тысяч, а потом перестали считать, потому что, как бы, уже не имеет смысла. Вот. И, да, все это, как бы, делается, все это делается заочно и делается без проблем. И, как бы, для того, чтобы зарегистрировать компанию, нам от вас нужно, первое, чтобы вы определились, в каком штате вы хотите ее зарегистрировать. Второе, нам нужно название этой компании. И мы проверим, как бы, подходит это название или нет, потому что в одном штате не может быть двух компаний с одинаковым названием. И также нужна копия вашего паспорта. И подтверждение вашего места проживания. Это может быть либо копия внутреннего паспорта с пропиской, либо копия квитанции об оплате коммунальных платежей, как электричество, например, или телефоны, или что-то еще. Правильно ли я понимаю, что мы пока говорим об открытии компании, при том, что человек, открывающий ее, в Америку еще не переехал? Или все-таки... Да, совершенно правильно. Мы говорим о заочном открытии компании. Такой вопрос, но он неизбежный, видимо, в нынешней политической ситуации. Вот сейчас россиянину проще открыть компанию, чем год назад, пять лет назад, десять лет назад, пятнадцать лет назад. Или, по большому счету, нет. У вас есть возможность сравнить. Никакой разницы. То есть, как бы, если все, ну, как бы, делать просто, ну, что называется, по-честному, в буквальном смысле этого слова, то, в общем, никаких... политика на эту историю не влияет никак. Нет, совершенно. Но, скажем так, если этот россиянин как-то связан с компанией, если сам находится под санкциями, или связан с Газпромом, например, то тогда, да, у него будут проблемы. Ну, в общем случае, если мы берем обычных, простых смертных таких проблем... Да, никаких проблем абсолютно не было и нет. Я надеюсь, что и не будет. Еще отдельный вопрос есть по поводу открытия счета в банке, без чего его не откроют. и вот этот момент, насколько... Что тут можно сделать удаленную? Значит, говоря об открытии счетов, значит, счета есть личные, есть бизнес. Значит, личный счет тоже можно открыть заочно. Обращайтесь, мы вам откроем. Бизнес счет тоже можно открыть, но для этого необходимо получить сначала налоговый номер, то есть зарегистрировать вашу компанию в АРС, налоговой инспекции США. И мы это тоже делаем заочно. И мы работаем с несколькими банками, в которых мы вам откроем счет тоже заочно. Но если приедете сюда, то мы вас... Только как бы номенклатура этих банков, где вам поможем открыть счет, будет гораздо больше, конечно. Поэтому, если вы можете приехать, то есть смысл приехать после того, как компания будет зарегистрирована и будет получен налоговый номер. Вот. И тогда уже чисто приехать, открыть банковский счет. тогда можно... Практически в любом банке у нас есть, в общем-то, хорошее отношение с местными банками и МИМОС. За руку туда отведем и поможем открыть счет. Но заочно так же это все возможно. Нет проблем. Просто меньшее количество банков. Скажите... Ну, вот пришел еще один вопрос. Предыдущие два точно были Андрею, а вот от Светланы вопрос. Подскажите, пожалуйста, в какие сферы бизнеса сейчас наиболее востребованы в США? Это скорее тоже к Андрею или вы ответите несколько слов? Скажите. Да, я могу ответить. Ну, мы так скажем, востребованы с точки зрения того, что мы видим, что делают наши клиенты, у которых это получается. Ну, я бы сказал, самый востребованный бизнес, который хорошо получается, это аутсорсинг, разработки какого-то программного обеспечения, каких-то игр, там, робототехника, искусственный интеллект и так далее. То есть, как это работает? У людей есть компания, допустим, в России, там, Белоруссии, Кыргызстане, там, или еще где-то. Там, допустим, работает уже там 20-30, там, или 100 программистов и инженеров. И они сейчас уже продают какой-то, допустим, продукт в Америке через каких-то посредников. И им хочется выйти, как бы, напрямую на американский рынок, чтобы не платить посредников, что совершенно логично. Вот, мы помогаем зарегистрировать компанию, торговый знак, торговое имя, если у них есть какие-то патенты, то патенты. И они открывают свое представительство Америки, которое начинает продавать их продукт напрямую. То есть, это, как бы, один пример. Очень много наших клиентов открывают тракинг-бизнес и мовинг-бизнес. То есть, тракинг – это перевозка большими траками на большие расстояния, а мовинг – это траки поменьше. И, как правило, это внутри города. Ну, хотя тоже сейчас многие возят свои вещи, переезжают там между штатами, это тоже работает. Вот. Я бы сказал, что вот эти самые популярные. Ну, наверное, еще… Раньше были, как бы, рестораны. Сейчас пока рестораны немножко притихли на время ковида. Хотя, в принципе, вот у нас в Сан-Франциско все рестораны работают, можно внутрь зайти. Поэтому, я думаю, сейчас те рестораны, которые вылетели из бизнеса во время ковида, они будут, в общем-то, либо восстанавливаться, либо новые игроки придут на их места. Болки. Ну, как бы говорится, в общем-то, кушать будут всегда, поэтому Америки любят в рестораны ходить, поэтому это очень популярная тема тоже. Ну, вот смотрите, мы уже говорим о бизнесе, но вот уже подошли к той истории, когда от бизнеса действительно надо перекидывать мостик к иммиграции. Одно дело бизнес, одно дело компания и другое дело переезд. Вот, как совместить одно с другим, ведь программ существует в Америке немало, может быть, даже больше, чем где бы то ни было, я не знаю, потому что Канада пока сравнима по количеству этих программ. Несколько слов тогда об этом. Если мы говорим, что бизнес это программа, ну, плацдарм для иммиграции, давайте соотнесем вот регистрацию компаний, участие в бизнесе и начало работы уже по решению миграционных задач. Да, наиболее популярные как бы визы это виза L1 и виза E2, E2. И вы можете на нашем сайте тоже посмотреть, есть подробное описание, не буду сейчас рассказывать как бы про их особенности. Просто скажем о том, что в принципе надо планировать, если вы идете по любой из этих виз, надо планировать, что вы инвестируете в ваш американский бизнес, ну, где-то порядка 100 тысяч долларов. Опять же, это ваши деньги, они не оморозятся. И вы сами управляете своим банковским счетом, вы сами расходуете эти деньги. И, конечно, они должны быть израсходованы в соответствии с вашим бизнес-планом, который наш экономист поможет вам составить. И тогда у вас, в общем-то, все будет работать. Значит, виза E2 и L1, они позволяют переехать в Америку довольно быстрый срок. Это мы говорим 3-4 месяца после того, как вы начали процесс. Но виза E2 и L1 это не иммиграционные визы. То есть L1 работает там примерно на 7 лет, как бы, а виза E2, она может работать гораздо дольше, практически без ограничений. Просто каждые 2 года надо ее продлевать. Но все-таки, как бы, если сравнивать эти визы с грин-картой, то есть статусом постоянного жителя США, то они, конечно, гораздо более шаткий механизм. То есть представьте себе, вам в какой-то момент эту визу могут не продлить, может измениться иммиграционная программа, там никто не знает, что будет там через несколько лет. Поэтому, что мы рекомендуем? Мы рекомендуем подумать о том, как получить грин-карт. И для получения грин-карт, это самый такой оптимальный вариант, это виза EB-5. И на сегодня сложилось... А? По-прежнему EB-5, просто я слышал, что как бы она была очень популярна, потом как-то последние полтора года с ней происходит очень бог знает что. Да, если есть время, я немножко расскажу. Да, конечно. Я эту тему книгу написал, так что... Вот. И как это работает? Значит, виза EB-5 работает больше 20 лет. И всегда это было 500 тысяч долларов минимальная инвестиция. Полтора года назад приподняли эту стоимость, стало 900 тысяч долларов. А сейчас один мой знакомый, кстати, оригинальный центр, они сделали судебный процесс и выиграли его. И доказали то, что вот это увеличение минимального размера инвестиций с 500 тысяч на 900 было незаконным. Вот. То есть на сегодня сложилась уникальная ситуация, что, во-первых, снова 500 тысяч. И это явно и временно, потому что как бы несерьезно, что как бы в Америке инвестиционная миграция стоит дешевле, чем в Канаде, Новой Зеландии, там Малтии и каких-то там на Кипре, там Великобритании, там и других странах. Даже в Португалии это гораздо дороже. Вот. То есть это станет, это временное явление 500 тысяч вы можете успеть. И вторая уникальность этой ситуации заключается в том, что программа Моби-5 есть два вида. Есть директ инвестиция, когда вы как бы нанимаете людей на зарплату. И также есть программа региональных центров, где эти люди как бы так расчетные. Вот. Так вот, программа региональных центров на сегодня закрыта. Что значит, все региональные центры, их же было очень много, и там же работали люди. Они тоже закрыты? На сегодня петиции для иммиграционных центров не принимаются вообще. То есть, может быть, это изменится, может быть, в декабре. Но в чем уникальность ситуации, которая сложилась сегодня, в том, что вот эти все иммиграционные офицеры, которые рассматривали эти заявки, они освободились. Почему? Потому что EB-5 Директ давал примерно 5%, а 95% шло через региональные центры. То есть, так как перестали принимать заявки от региональных центров, теперь вот эти 5% ими занимаются 100% офицеров. И уникальность в том, что, допустим, для граждан бывшего стран бывшего Советского Союза раньше было рассмотрение 2-3 года, теперь, скорее всего, будет проекта года. То есть, практически говоря, сейчас, если подать хорошую петицию на ваш проект, где вы видите сами свой бизнес, то примерно через год-полтора вы грин-карту получаете. Вот можно все-таки один момент? Я задам такой общий вопрос, но вы, как специалист, безусловно, поймете, в какую сторону может быть ответ вырвлить. Вы сказали, что, вот сейчас я этот кадр покажу, ну, вот этот, вот, по-моему, да, то есть, визы ИТУ и Л1 они не иммиграционные, да, то есть, как бы, они, скажем так, в каком-то смысле более простые, но и более слабенькие, скажем так, для переезда, если такой термин здесь употребим. А как, ну, предположим, там особо даже законодательство не меняется, как связаны успех в бизнесе и дальнейшее разрешение на жизнь в Америке, то есть, как бы, ну, бизнес такая штука может пойти, может не пойти, как я понимаю, EB-5, эта штука тоже работает, то есть, ты же там должен выполнить некие условия, а пойдет бизнес, не пойдет, это, ну, всегда вещь шаткая. ну, давайте так скажем, если вы приехали сюда по бизнес-визе, которая основана на вашем американском бизнесе, и ваш американский бизнес, допустим, разорился и обанкротился, то если у вас на этот момент нет грин-карты, то вы поехали обратно, или надо переходить на другую программу. Поэтому, как бы, надо понимать, что вы инвестируете в свой собственный бизнес, и вы сами несете риски, связанные с этим бизнесом. Вы назвали, ну, сумму, в которую, вот, для получения вот визы, бизнес-визы, ну, нужно вложить в свой бизнес, она не строгая, как я понимаю, уговаривается в законе, но это шестизначная сумма в долларах, да, вот ваш опыт показывает, насколько там вложить в 100, 150, 200 тысяч долларов, сегодня, в текущей ситуации, реальные есть истории успеха, когда человек и бизнес открывает, и получает иммиграционные задачи. Ну, давайте так скажем, через нас прошло несколько тысяч клиентов, и, я бы сказал, уехало обратно, буквально единицы, и то, потому что там какие-то у них изменения произошли, там, или в семье, или какие-то, как бы, такие частные довольно случаи, то есть, как бы, как абсолютное большинство осталось работать здесь, конечно. Вот, и если можно, я бы хотел, покажите вот этот слайд, где у нас визы, описанные, я бы, да, значит, вот я хотел немножко пояснить, вот по этому слайду. Значит, как мы говорили, E2 и L1, это две неиммиграционные визы, которые позволяют вам приехать в Америку буквально через 3-4 месяца, и начать вести свой бизнес. А виза EB5, до сих пор, она работала, где-то, мы подаем заявку, это примерно, если видно, вот такая стопка документов, то есть коробка отправляется в иммиграционную службу, и для наших клиентов, граждан бывшего Советского Союза, стран бывшего Советского Союза, срок ожидания был, там, 2-3 года. Если кому-то это кажется длинным сроком, то хочу пояснить, что наши клиенты из Вьетнама и Индии ожидают примерно 5-7 лет, а китайские товарищи примерно лет 12. Вот другое дело, что не обязательно ожидать за границей США, а можно ожидать внутри США по разным визам, что конкретно мы ему помогаем сделать. Вот. Поэтому, если мы вернемся к слайду, то мы предлагаем нашим клиентам, которые, конечно, имеют такие финансовые возможности, совместить E2 и EB5 или L1 плюс EB5. Поэтому E2 или L1 позволят вам сюда приехать через 3-4 месяца, а виза EB5 позволит вам через, там, год-два-три получить грин-карту. Но это можно сделать на одной инвестиции в одну и ту же компанию с практически примерно тем же самым бизнес-планом. Поэтому это, в общем-то, большое преимущество и экономит вам много как бы времени и ресурсов. Простите, я как раз хотел вот этот момент уточнить. То есть и EB5 и E2 ты получаешь, по сути, открывая один бизнес и делая... То есть тебе не нужно открывать что-то одно небольшое, а потом вкладываться во что-то более существенное. Да, совершенно верно. То есть, допустим, у вас тракинг-бизнес или Amazon-бизнес. То есть визы E2, например, или L1, если вы идете, вам надо там инвестировать там 100-200 тысяч, допустим. Так вы можете добавить не 100-200, а положить 500 тысяч, и это вам позволит получить обе эти визы. При этом понятно, что деньги не морозятся, деньги ваши, и вы их сами ими распоряжаетесь в соответствии с вашим же бизнес-планом. Окей. Два вопроса, Григорий, вам пришло, потом еще уже будем подводить итоги с вами и подключать к нам Туяну. Первый вопрос частный, но сами на него напросились. Григорий, а как получить вашу книгу? Если она продается... Вы напишите мне по e-mail, напишите по e-mail, обратитесь там или по телефону, ватсап, как угодно, и я вам отвечу. Я думаю, что контакты сейчас самое время... А, вот, собственно, контакты и написали. Второй вопрос по визе EB-5, я его только что где-то видел, секундочку одну. Да, при EB-5 все равно надо инвестировать 500 тысяч в течение какого времени? Вопрос. То есть, как это? Эти деньги должны быть инвестированы перед тем, как мы подаем вашу петицию, то есть, в процессе подготовки документов вашей петиции. Окей. Ну, и тогда все-таки еще один вопрос, уже связан еще разочек с этим слайдом. Вот, например, если все-таки кто-то рассматривает визу там, допустим, L1 или E2. Правильно ли я понимаю, что порядок действий такой? Сначала открытие бизнеса, потом на этом основании получения визы приезд в Америку и уже на основании ведения бизнеса возможность там задержаться? Просто, если говорить. Ну, не совсем так. То есть, когда к нам приходят клиенты, мы начинаем работать над визой E2 или L1, мы начинаем одновременно два процесса. Первый процесс корпоративный включает в себя регистрацию компании, получение налогового номера и открытие банковского счета. И второй процесс иммиграционный включает в себя подготовку конкретно иммиграционной петиции, частью которой потом войдет вот этот корпоративный процесс. Окей. И еще сразу пришел один вопрос от Натальи. не учитываются ли деньги на брокерском счету у американского брокера EB5? Смотрите, как, любая виза, как L1, как E2, как EB5 подразумевает активное, ведение активного бизнеса. То есть, брокерский счет таким не является, потому что он не создает рабочих мест, и это, как бы, совсем другая история. То есть, активный бизнес, это, как бы, сюда не, давайте так скажем, сюда входит все, кроме любых счетов, любых акций, облигаций, там, криптовалюты, каких-то бондов и так далее. И сюда также не входит, допустим, приобретение недвижимости, даже не входит приобретение, допустим, многоквартирного дома, потому что это считается пассивный бизнес. Другое дело, что если вы, допустим, откроете шаппинг-мол, построите или купите шаппинг-мол, то у вас там будет, допустим, много работников, там есть какие-то дворники, там есть механики, там есть инженеры, там есть маркетинг-департмент, который сдает помещение в аренду, это будет активный бизнес. Но, как правило, все остальное можно, кроме вот этого. Окей. Ну и вопрос, то есть EB5 по-прежнему предполагает создание рабочих мест для граждан Америки. Да, давайте я уточню, значит, рабочие места создаются для трех категорий людей, проживающих в США. Первый – это граждане, второй – это постоянные жители с грин-картой, и третий – это люди, у которых есть разрешение на работу в work authorization. И да, необходимо создать 10 мест, 10 рабочих мест на каждого инвестора, и хорошая новость, что их надо создать не прямо сегодня, а примерно через три-четыре года отсюда. То есть вот за этот период надо их создать. Окей. Дамы и господа, Григорий Финкельсон, президент American Corporate Services. Заключительный вопрос перед тем, как я вас ненадолго отпущу уже, может быть, общаться в чате, а потом начнем общаться с Туяной. Все-таки он такой, может быть, немножко философский, но тем не менее важный. Вот вы компания с 30-летним опытом и работали уже с очень-очень многими людьми, которые к вам обращались именно для этой задачи, то есть совместить бизнес и переезд. Вот как бы вы свое кредо сформулировали, а чем вы вообще реально помогаете в этом вопросе? Может ли человек все сделать сам на практике? Или что он может, чего не может? То есть как человеку, чем он должен подойти к вам, чтобы решить свою задачу? И как вы реально ему поможете? Знаете, довольно часто нам задают такой вопрос. Спасибо. Ситуация какая? теоретически говоря, такие вещи, как создание компании, получение налогового номера, допустим, открытие счета можно сделать самому. Но представьте себе, вы переехали в Америку, допустим, опять же, для того, чтобы создать компанию, вам нужен регистрационный агент, то есть это компания или человек, который проживает постоянно в этом штате. допустим, так как вы сами не проживаете, вы им быть не можете. Допустим, у вас есть приятель, и вы его имя используете для этой цели, допустим, бесплатно. Да, но вы будете, допустим, жить в гостинице где-то примерно 3-4 недели, пока вы это сделаете. Теперь прикиньте себе, значит, у нас все это стоит 2 тысячи под ключ. регистрация компании, получение налогового номера и открытие счета. Прилететь в Америку сколько стоит и прожить здесь 4 недели в гостинице. Вот прикиньте, что вы... что это стоит дороже 2 тысячи. Поэтому, поэтому, и плюс к этому, скорее всего, сделаете что-то неправильное. Это очень большая вероятность. Потом люди к нам приходят, ой, нам почему-то не открывают счет, помогите. Мы можем, конечно, с удовольствием поможем, но в этом банке вам уже точно никто не поможет чай у нас. Раз вам банк один раз отказал, забудьте про этот банк, идите в другой. Вот. Что касается... Это были корпоративные сервисы. Допустим, зарегистрировать торговый знак, ну, как говорится, дай бог, если вы это сделаете без лицензированного адвоката, скорее всего, нет. Подача петиции на визу, вероятность того, что вы это сможете сами сделать успешным, я бы сказал так, процента полтора у вас есть. Но с другой стороны, если вам откажут, вы забудете про Америку. Какой смысл в этом? Давайте так скажем. Что мы экономим? Значит, стоимость, допустим, работы иммиграционного адвоката по подготовке любой из этих петиций примерно равна месячной зарплате начинающего инженера. Ну, скажите, есть ли смысл рисковать вашим переездом в Америку ради месячной зарплаты начинающего инженера? Да, ответ не вброшил глаз. Понятно. Хорошо, дорогие друзья, Григорий Финкельсон, президент American Corporate Services. Мы расстаемся с Григорием примерно минут на 20-25 и сейчас подключаем к нам Туяну Купис к лицензированному иммиграционному адвокату American Corporate Services Law Offices. Туяна появится у нас в кадре буквально через несколько секунд, а я с удовольствием пока отвечу на вопрос Алекса. Он спросил, будет ли запись. Да, запись непременно будет и более того, по всем частным вопросам вы можете пообщаться, обратиться к любому из наших экспертов. Их контакты тоже мы в чате сейчас опубликуем. Туяна, здравствуйте. Здравствуйте. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут, то есть мы уже перекинули мостик от бизнеса к иммиграции, а теперь давайте поговорим об этом все-таки чуть поподробней о том, как, собственно, эти, даже не так, не о том, как эти процессы связаны, а как вообще система работает, и какие правила и требования сейчас к людям предъявляются, и что изменилось, может быть, за последний год по дарам. Но давайте начнем с относительно общего вопроса, вообще можно ли сказать, что проще всего в США попасть, если мы говорим именно о таком, не о беженцах, а о таком более понятном цивилизованном пути, или куда-то инвестируя, или обладая какими-то исключительными знаниями, талантами. В принципе, да, эта страна хочет видеть у себя людей, которые добились какого-то успеха в своей области, или имеют очень много денег, или все вместе. Все вместе, это, конечно, лучше всего. Давайте тогда начнем чуть более подробно, Григорий уже начал об этом говорить, виза и ту, как это работает, что, для чего, и последние новости по этому направлению, а я как раз хочу слайд вашей презентации. Скажем, для многих наших клиентов, так сказать, с правильным гражданством, тех стран, которые подписали соглашение США, виза и два является наиболее возможным, легким путем переехать в США, работать на свой бизнес, развиваться, и, возможно, дальше перейти на грин-карту. Правильное гражданство это страны, которые подписали соглашение США, к сожалению, это не исключает граждан России, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссии и Туркменистана. У нас есть клиенты, которые внезапно обнаружили, например, что их супруг или супруга могут получить гражданство Украины, Казахстана, Монголии, Польши и так далее, или же они могут иногда попросить нам посодействовать, получить гражданство Гренады, которое можно получить за три месяца, но там получение гражданства Гренады стоит, скажем, от 150 до 250 тысяч долларов. Если у них есть правильное гражданство, то они должны показать следующие вещи. У них есть бизнес США, они владеют этим бизнесом как минимум 50 процентов, они собираются, там есть такая формальность, подписывают бумажку, что мы собираемся по истечении нашего статуса в визе едва выехать, но в принципе эту визу можно продлевать до бесконечности при соблюдении определенных условий. и мы в свой бизнес инвестировали существенную сумму денег и эти деньги чистые. Существенную сумму денег в законе не прописано сколько. Мы смотрим на локацию бизнеса, где находится ваш офис, например, если он в Миннесоте, наверное, цены на стартап дешевле, чем, допустим, в Нью-Йорке или Сан-Франциско. Затем мы смотрим, какой тип бизнеса. Если это какой-нибудь IT-консалтинг, где вам нужен офис, компьютер и, может быть, принтер, и принтер не всегда нужен, в принципе, возможно зайти суммой изначально меньше, чем 100 тысяч долларов. Если это у вас грузоперевозки, мы знаем, что аренда или покупка грузовиков стоит больших денег. Соответственно, мы рекомендуем 200-250 тысяч инвестиций. Опять же, эти деньги у вас никто не забирает. С этих денег вы должны показать, что этих денег достаточно на аренду офиса, гаража, чего угодно, то, что нужно для вашего бизнеса, что, возможно, вы сможете зарплату выплачивать себе или вашему супругу или супруге, если они работают на этот бизнес. И если вы покажете в своем бизнес-плане, который наши эксперты обычно пишут на 5 лет, что вы создаете одно, два или более рабочих мест, это пойдет на ура. На визу Е2, в отличие от IB5, нет нужды создавать рабочие места, но если вы это показываете, это очень благоприятно влияет на вашу петицию, тем более в данное время, когда экономика внизу и из-за пандемии все как бы приостановилось. Скажите, пожалуйста, вопрос, кто финально принимает решение? Это какой-то человек, это какой-то орган, давать визу, не давать и так далее? Это USCIS, это организация внутри США. Если вы находитесь внутри США по любой визе, если вы в статусе, вы можете быть как турист, как бизнес-визитор, как студент и так далее. Если вы идете через консульский, как это по-русски сказать, извините, вы идете через собеседование в консульстве, то, скорее всего, это принимает решение консульский сотрудник. Окей, хорошо, виза с ИТУ понятна, давайте перейдем к следующему варианту, виза Л1. Здесь, как я понимаю, уже и у россиян, у белорусов тоже есть шанс. Да, шанс есть у всех при соблюдении определенных требований. Вы должны показать, что вы работали как минимум год за последние три года в руководящей должности, то есть, например, под вами ходили два звена сотрудников, к примеру, вы, ваш зам или парочка замов и под ними еще сотрудники. Окей, если они, допустим, контрактные работники. А, простите, а показать, ну, это просто предоставить структуру своей организации, что является доказательством в данном случае, ну, по вашей практике? Ваша компания за рубежом, не США, там, не важно, в России, на Украине, Беларуси или так далее, наверное, есть какие-то налоговые декларации, корпоративные бумаги и так далее. То есть, это все, в принципе, можно показать при наличии соответствующей документации. Некоторые моменты, которые не всегда нравятся нашим клиентам, это то, что компанию за рубежом надо держать открытой хотя бы до получения грин-карты для держателей визы L1. То есть, суть какова? Виза L1 дается руководителям высокого звена компании вне США, которая отправляет вас сюда, и там три варианта. Или они переводят вас уже в существующий филиал, или вы приезжаете открывать новый офис, или, может быть, ваша компания уже купила готовый функционирующий бизнес и присоединила его к своей компании за рубежом. То есть за рубежом и вне США. Если вы приезжаете открывать новый офис, то обычно эту визу дают на год, и потом ее можно продлевать три года, и потом еще три года. Если вы приезжаете, вас переводят филиал, или бизнес прикупили, и он функционировал, скажем, как минимум год до вашего приезда, то эту визу вам могут дать на три года. В совокупности на визе L1 можно сидеть семь лет, но большинство наших клиентов переходят на грин-карту. То есть, если вы смогли добиться каких-то успехов у себя на родине, где, скажем, отношение, к сожалению, к талантливым предприимчивым людям не всегда очень хорошее, то здесь, я думаю, у вас больших проблем не будет. Окей. Леонид, ну и давайте тогда перейдем к следующему вопросу, к следующему типу виз, о которых нас тоже спрашивают, потому что здесь неопределенности ничуть не меньше, и вопросов тоже много. Я имею в виду визу EB1 или EB1. Кстати, давайте сейчас перед тем, как перейти, вопрос от Натали пришел. L1 не ведет же к иммиграции, как перейти с этой визы на грин-карту? Я должна уточнить, виза L1, она изначально считается визой двойного намерения. То есть, когда, допустим, вы подаете на визу Е2, вы подписываете хотя бы официальную какую-то бумажку, документ, что вы по истечении этого срока вернетесь на родину. Это не всегда так происходит, но формальность надо соблюсти. На L1, а в принципе, даже на интервью на консульстве никто вас не будет спрашивать о ваших связях с родиной и так далее. То есть, все понимают, что вы приезжаете сюда как международный руководитель. В принципе, если вы соответствуете всем требованиям и компания, аффилированная, которая находится в США, аффилированная с вашим зарубежным бизнесом, функционирует уже год и может показать какие-то успехи, то вы можете, в принципе, перейти на грин-карту как EB1C, международный руководитель. Сейчас там срок обработки идет от года до двух. Если вы приезжаете открывать новый офис, если вы, к примеру, открыли новый офис и поднялись довольно быстро и показали опять, что под вами здесь в США ходят два звена сотрудников, то можно перейти на эту EB1C, как подать на грин-карту. Второй вариант, может быть, вы добились каких-то огромных успехов, вас везде пишут в миде, вам дают призы за ваше руководство, за ваши бизнес-способности. Может быть, вы сможете перейти на EB1A, то есть это грин-карта для суперталантов практически в любой области. Или же опять, вы можете подать на EB5, EB5 возможно в любое время. Вы можете быть на визе L1A, E2, может быть, вы на студенческой визе, но вы должны находиться в Сатусе. Или вы находитесь за рубежом, не в США, вы подаете EB5 и вы ждете этой визы там, у себя на родине. То есть вот таких три варианта для одержателя визы L1A. Окей. Если есть еще какие-то, Наталья, дополнительные вопросы задавайте, пожалуйста, или контакты Туяны, мы уже тоже публиковали, можете по завершении вебинара тоже обратиться напрямую, потому что я так понимаю, что частых вопросов в этой тематике довольно много. Давайте несколько слов теперь о визе EB1, EO1, что это, как это, и мы говорим об экстраординарных способностях, о чем здесь идет речь. Окей. Значит, наши клиенты, которые добились экстраординарных достижений в своей области, и это может быть практически любая индустрия, могут подавать или на O1, или на EB1. Все, что начинается с EB, это, в общем-то, путь к гринкарте. O1 – это не эмиграционная виза, но ее можно получить, в принципе, на три года и потом перейти на EB1A. Иногда наши клиенты, потенциальные клиенты хотят подавать сразу на EB1A, потому что они похожи, потому что, возможно, у них очень большие достижения в своей области. В очень редких случаях, поскольку мы, юристы, не любим риск, мы говорим, окей, вы можете сразу подавать на EB1A. Иногда имеет смысл, может быть, перестраховаться, получить визу O1, добиться дальнейших успехов в своей области и, может быть, даже в течение первого или второго года, будучи в этой визе, подать на EB1A. Требования похожи, то есть вы должны показать, например, что вы, может быть, получали какие-то награды за свои достижения, достижения. Возможно, вас где-то писали в каких-то медиа или известных, или известных в вашей профессиональной области. Возможно, вы судили работы других, единоличные или как член жюри. Возможно, у вас брали какие-то интервью. Возможно, вы публиковали что-то, опять же, на свою профессиональную тему. Возможно, у вас зарплата, бонусы, гонорары выше среднего вашей области и в вашем регионе или стране. Или, возможно, даже на международном уровне. Возможно, вы являетесь членом каких-то профессиональных организаций, ассоциаций, куда зайти трудно, где есть какой-то определенный устав или правила, и вы им соответствуете. Возможно, вы являетесь, играете какую-то критическую роль в своей организации или компании. То есть, без вас, допустим, эта компания не смогла бы процветать, и вы можете это доказать. В принципе, что на IB1A, что на O1, надо удовлетворительно показать три фактора из этого набора. Мы расписываем 5-6 как минимум, потому что, чтобы после всех, скажем, вычеркиваний осталось хотя бы три. На IB1… там нет… Все зависит, скажем, есть правила, но также зависит от того, какому сотруднику попадет ваша петиция. То есть, иногда бывает так, что мы считаем относительно слабая петиция, получает одобрение сразу, а относительно сильная петиция может получить какой-то запрос на дополнительные документы, дополнительные подтверждения своего суперталанта. Я правильно понимаю, что вы сейчас сказали, это происходит, скажем так, итерационно, то есть, ты присылаешь базовые документы, после этого тебя что-то могут спросить, и дальше идет некий такой диалог, или не всегда? Не совсем так. Значит, обычно на визу О1 мы подаем здесь. Неважно, находитесь вы в США в статусе или вы находитесь вне США. Если вы находитесь вне США, то с отобрением от USCIS вы можете пойти в консульство на интервью, любое консульство США, которое согласно вас принять на интервью. Иногда мы получаем одобрение почти сразу, то есть, у нас, вот, допустим, есть клиент, он оплатил дополнительную пошлину 2,5 тысячи долларов, чтобы они рассмотрели за 15 кондарных дней. Он работает в сфере индустрии, ему дали одобрение на О1 в течение 8 дней, по-моему, без дополнительных вопросов. Иногда, независимо от того, заплатили ли вы за ускоренное рассмотрение или идете обычным путем, может прийти запрос на дополнительные документы, и это может быть, ну, почти что, все что угодно. Иногда это вопросы по делу, иногда, к сожалению, возможно, USCIS сделает этот запрос документы, потому что они не успевают обработать, скажем, все петиции, которые хотят ускоренное рассмотрение. Так, на О1 вам нужен работодатель американский, на ИБ1 не нужно работодателя. На О1 вы можете получить одобрение на 3 года и потом продлевать каждый год без, скажем, при соблюдении определенных условий, или если у вас существенно поменялись условия труда, должность, работодатель, можно подать по новой опять на 3 года. Или вы в течение этих 3 лет вы, скажем, прославились дальше и вы можете подавать на EBA1A грин-карту. Работодателям, что не все знают, это может быть какая-то компания, которая решила вас нанять, или это может быть ваша собственная компания. То есть, если вы зарегистрирули компанию в США, положили какую-то сумму денег, показывающую, что вы можете сами себе платить зарплату, снимать офис, и вот опять достаточный денег для стартапа, то вы можете подать сами на себя. Там есть определенные тонкости, но это возможно. Вопрос, я вижу, я от Алекса вопрос, от Маргариты, от Прагариты, давайте сейчас задам вопрос, леди вперед. Какой уровень английского должен быть для тех виз, о которых мы сейчас говорим? Это неважно. То есть... Я не буду говорить, что у вас должен быть ноль английского, но никоим образом владение английского языка будет влиять на получение этих виз. Скажем так... А на практике как? Что нужно? Где тут минимальный уровень, который позволит, по крайней мере, без как особых заморочек, пройти весь путь? Все-таки с нулевыми знаниями. Может, тебе визу-то и дадут, но тебе будет сложно просто в процессе. Официального требования нет. Наверное, какие-то практические моменты. Если вы, к примеру, будете вести свой бизнес в Санне Аллз в Майами или Брайтон Бич в Нью-Йорке, может быть, у вас аудитория и клиенты вашего бизнеса не будут так же владеть английским или у них свободный русский. Это неважно. Может быть, вы ведете свой бизнес с помощью переводчика. Это тоже окей. Вопрос от Алекса. Я не знаю, к вам или, может быть, кому-то из ваших коллег. Какая виза больше подойдет для владельца компании с продажами на Амазон? Во-первых, надо показать, что помимо продаж на Амазон вам нужно присутствие здесь в США, чтобы вы могли вести свой бизнес и процветать. Во-вторых, надо посмотреть, есть ли у вас какие-то суперталанты, трубят ли вас на каждом углу о ваших бизнесспособностях. Или же вы являетесь гражданином, так сказать, правильной страны, которая подписала соглашение США, и вы можете подать на визу Е2, что, в принципе, относительно проще вариант. Или, может быть, у вас есть компания в России, вы приедете сюда открывать филиал и подадите на визу L1A, и вы способны держать компанию в России или где-то там еще открытой, и чтобы она функционировала как минимум до того, как вы получите гринкарту. Окей. Так, давайте еще тогда завершим вопрос с О1 визами. Вот несколько слов об этом. Все-таки, если мы говорим о выдающихся способностях, какой уровень этих выдающихся способностей должен быть, какие сферы, если можно, несколько слов об этом. По вашему опыту, кто с вами, не называя имен, кто их получал? Получали абсолютно разные люди. Это могли быть финансисты, блогеры, был, как это сказать, был человек, который достиг очень высокого уровня каллиграфии, скажем, профессор каллиграфии. Была женщина, которая... Америке, Америке нужен человек с хорошим уровнем каллиграфии выяснилось? Он добился международного уровня признания. То есть мы смогли это показать. Это было не совсем легко. Там надо было определенное, показать определенное достижение, рекомендательные письма, его награды и так далее. То есть равных его, наверное, во всем мире очень мало, если есть эксперты. Была врач из одной из бывших республик СНГ, поскольку она не смогла или не захотела получить лицензию, потому что, например, чтобы иметь доступ к телу человека, индустрия красоты или медицина, надо иметь определенную лицензию. Но она публиковалась много, они писали, она изобрела какие-то крема, то, что связано с индустрией дерматологии. То есть она могла подать как, скажем, эксперт, консультант и так далее, и так далее в этой области. то есть это совершенно это люди, которые достигли таланта своей области. Это практически может быть любая индустрия, только покажите, что вы чего-то добились. Если вы получили Нобелевский приз или Оскар, то все эти факторы не имеют значения. Одного этого приза достаточно, чтобы подать сразу на, допустим, на EB1A. Окей. Хорошо. Ну, это я тогда вопрос уже, может быть, такой немножко подытаживающий весь наш разговор. Мы назвали несколько виз, назвали, вот, несколько расширяя вопрос Алекса, какая виза больше подойдет для, да? То есть я знаю, что у вас есть совершенно замечательный слайд, советую всем его скопировать, если не скопировать, то просто обратиться к экспертам, они вам с удовольствием вышли в эту презентацию или при Адру, мы с удовольствием вышли. Несколько слов вот об этом, о комбинации, то, о чем говорил Григорий, о том, как, ну, имея какие-то свои базовые параметры, проложить оптимально себе дорожку, по крайней мере, наметить план. Как это правильно сделать? Значит, вы должны подумать вообще, где бы вы хотели проживать в США. Может быть, вам удобно делать бизнес во Флориде или может вам выгоден налоговый режим в Неваде? Или может быть, у вас бизнес пойдет в Нью-Йорке или Сан-Франциско? Значит, потому что желательно, чтобы вы проживали не очень далеко от своего офиса. Потом, возможно, когда вы будете расширяться, вы можете открыть офисы где угодно, где бы вы хотели проживать со своей семьей, где ваши дети могли бы пойти в школу и вы чувствовали себя в безопасности. потом надо подумать на эту тему, сколько у вас денег для того, чтобы начать этот бизнес или продолжить, если у вас существующий бизнес там за рубежом. И подумать на тему, есть ли у вас суперталанты, можете ли вы показать уровень высокого, скажем, менеджмента и как вы хотите развиваться. То есть, вы будете практически, в большинстве случаев, заполнять подробную анкету по поводу развития вашего бизнеса в США. То есть, И2Л1АО1. И у нас есть эксперты-экономисты, они пишут очень хороший пятилетний план для ЕСИС, чтобы ваша петиция имела больше шансов для одобрения. Или и вам в свете вот того, что сейчас происходит, к сожалению, в мире со всеми этими очередями в консульстве, надо подумать, если у вас есть возможность сидеть там у себя дома и потом поехать в какой-то консульство США, которое согласно вас принять, или у вас есть возможность получить какую-то визу, приехать сюда и поменять статус. Если вы меняете статус внутри США, это легально, это все окей, но если вы в какой-то момент будете выезжать за пределы США, неважно, Мексику, Канаду, Европу и так далее, вам надо будет зайти в консульство США, согласно вас принять, и пройти интервью на ту визу, на которой вы поменяли статус. Ну и сами подняли эту тему, я вот у Григория спросил, сейчас все-таки у вас, я хочу спросить, пандемия плюс, ну, определенная политическая ситуация, вот если в целом говорить, сложнее, проще стало получить, дольше, быстрее, получить, в среднем визы, если так, в среднем по больнице оценить ситуацию на этом рынке? Сейчас все очень сложно, к сожалению, особенно россиянам, потому что консульство в Москве практически не работает, россиянам приходится ехать туда, где их согласны принять, и это меняется каждый месяц. Плюс, значит, в прошлом году из-за пандемии все консульства США не работали полгода, то есть сейчас они пытаются справиться с потоком вот всех этих петиций на данный момент, и обработать тех людей, которых интервью отменили в прошлом году. И плюс политика, то есть сейчас Россия, например, и Афганистан, они не могут идти на интервью в консульство США в своей стране, и они, значит, едут везде, куда можно. И, к примеру, ну, как пример, например, Казахстан принимал россиян без проблем в прошлом году, или еще некоторые союзные бывшие, в Республике бывшего союза, но в какой-то момент они увидели, что понаехавших очень много, и они не успевают справляться со своими, скажем, с местными людьми, поэтому они поставили ограничения, или они говорят, окей, мы принимаем понаехавших по какому-то лимиту, или мы выдаем только студенческие визы, или, например, покажите резиденцию нашей страны, то есть некоторые наши клиенты летают куда-то на какие-то острова, если они могут получить там интервью, назначение интервью не гарантирует, что вас примут, у нас, к сожалению, есть клиент, которого три раза переносили интервью в Израиле, у консульских сотрудников есть приоритет, им сверху сказали, что надо сейчас обрабатывать воссоединение семей, то есть семейные визы, допустим, супруг, детей, граждан США, и это у них первая категория, рабочие визы, к сожалению, на второй категории, и опять там нет последовательности, то есть каждое консульство в каждой стране имеет немножко свои правила, вот, поэтому мы опять рекомендуем, если у кого-то есть существующие визы, или есть шанс получить какую-то визу туристическую, B1, B2, студенческую, вы можете заехать сюда и, возможно, поменять статус. Записывайтесь на консультацию, мы постараемся вам помочь. Отлично. Туяна Купецк, лицензированный миграционный адвокат American Corporate Services Law Offices. Не знаю, Туяна, вам, не вам, что нужно на въезд в ПЦР или вакцинация, если вакцина, то какая? Сможете как-то прокомментировать? Окей. Только что, только что было, скажем, указ от нашего правительства. По-моему, это было вчера вечером, что сейчас они будут запускать людей в определенных местах из Мексики и Канады, которые имеют правильную вакцину. То есть человек, который, может быть, даже не гражданин Мексики или Канады, но каким-то образом там легально и он хочет пройти в США, там обычно это наземные, возможно, пункты, и они могут показать вакцины, обычно это Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, то их пропустят без проблем, в принципе. Эта ситуация постоянно меняется, но мы ожидаем, что в ноябре вам нужно будет показать вакцинацию. Плюс, там есть еще одно сейчас правило, те люди, которые идут на иммиграционные визы, они должны иметь вакцину, помимо вот списка всех этих прививок, которые они должны иметь. это получается до медосмотра или может быть во время медосмотра. Окей. Дорогие друзья, мы проговорили в рамках нашего вебинара уже час двадцать, еще буквально пять-семь минут, потому что мы еще не на все вопросы ответили, и я с удовольствием хотел бы пригласить в нашу импровизированную студию и Григория, и Андрея. Григорий, Андрей, добавляйтесь, подключайте, пожалуйста, за камеру и микрофон. Вот как нас много сегодня. И снова, господа, и снова здравствуйте. Да, с Туяна вы начали отвечать, и тут сразу Станислав уточняет, да, для россиян вот эта история. Насколько я понимаю, у нас, мягко скажем, Джонсон и Джонсона, Строзейка и Пазар непопулярные. Да-да-да, Григорий. Да, я могу ответить. Значит, по данным на сегодня, для россиян, так же, как и для граждан всех стран Высшего Советского Союза, никаких проблем с въездом нет, просто авиакомпания, перед тем, как вас посадить в самолет, просит определенную прививку показать за последние 72 часа, сделанную с отрицательным результатом. Больше того, буквально на несколько последних месяцев приезжало сюда несколько клиентов, и мы им помогали получить местную вакцину, а также получить этот сертификат о том, что они вакцинированы, и заверить его апостивом. И им это нужно для путешествий в Европу в основном. Господа, вот смотрите, было несколько вопросов, на которые мы еще не успели ответить. Я видел, Андрей, вы на некоторые отвечали в чате или просто попросили контакт. Есть ли какой-то, на который вы хотели бы ответить прямо сейчас? Да, был вопрос... Слышно? Хорошо меня, да? Более-менее, да. Был вопрос, есть у кого-то проект, я так понимаю, стартап, они не могут выйти на CEO, на руководителей, я так понимаю, инвесторов, либо компании, которые могут заинтересоваться их продуктом. Ну, я пока было время, немножко, как говорится, подумал, прикинул. Если они не могут выйти на инвесторов, либо на CEO, там, других компаний, которые им интересны, скорее всего, у них... Что может быть причиной? Я выделил три причины. Первое, возможно, их продукт, проект, недостаточно хорошо упакован, грубо говоря, на языке и по законам упаковки, маркетинга здесь. Да, я бы начал с хороших презентаций и какой-то посадочной страницы сайта, чтобы вы всегда могли презентовать, доступно на английском языке, понятно это все. Второе, скорее всего, вам пригодилось бы какое-то физическое представительство, физический представитель здесь, для того, чтобы, возможно, с кем-то переговорить, встретиться и обсудить ваш проект. Как-никак, хотя здесь, ну, мы живем в стране технологий, и Сан-Франциско, и Силиконовая долина, но также существует мнение, что достаточно консервативный, ну, в бизнесе есть такой вот консервативный момент, люди хотят немного как можно ближе общаться с представителями бизнеса и не только видеть кого-то онлайн где-то там. Скажем так, вероятность того, чтобы зацепить вашим проектом и полуществом инвестиции увеличится, если у вас будет какой-то представитель здесь, компания здесь, да, если вы уже даже так, такой решительный шаг готовы, с этим вам поможем. Ну, и, конечно же, какие-то презентации, представитель на месте, либо выставки с вашим продуктом, участие в ад, место на какой-то выставке, где вы сможете полностью представить ваш продукт, да, хорошо, быть более убедительны, это вам поможет. и третий момент, который я мог бы рекомендовать Юлии, что нужно на полную использовать соцсети, интернет-ресурсы, которые более популярны здесь используют в Америке и еще по определенной нише. Например, кого-то можно, грубо говоря, достать через Twitter, кого-то через LinkedIn, а какие-то ниши очень хорошо продаются и более потенциальных инвесторов и клиентов можно найти на Facebook. Соответственно, подходы, как общаться с людьми на этих социальных сетях платформы «Здесь в Америке», их нужно знать. И, возможно, ваш вопрос сейчас немножко отличается, потому что вам тяжело быть. Хотя я очень верю, что ваш продукт очень хороший и, судя по тому, как вы его описали, он может быть полезным и такие проекты здесь популярны. В биометрики все возможные приложения, роботехника, все это здесь получает хорошие местиции. Но нужно потрудиться, чтобы это донести через нужные источники, нужные люди. Юлия, оставьте ваши контакты, с удовольствием с вами свяжусь, пообщаюсь по вашему продукту, прозондирую, просмотрю, что у вас на сегодня есть и как можно сконтактировать, чтобы вы все-таки дали жизнь своему проекту возможно здесь в Америке. Спасибо. Окей. Тут, видимо, Юлия, это как бы посредняя, когда перевела вопрос, перекинула его из Фейсбука. Но вот, в общем, пожалуйста, свяжитесь. Контакты мы сейчас в чате еще разочек опубликуем. И Туяна, и Андрей, и Григорий. Григорий, ну и тогда, наверное, уже в заключении все-таки такой общий вопрос, но вполне прагматичный. Кому нужно, ну, давайте так, сразу прервали вопрос от Натальи. Если открывать через вас компанию по указанию онлайн услуг во всем мире, какие налоги? Наверное, общий вопрос, но тем не менее. Это кому из вас, кто из вас может ответить? Если открывать через вас компанию по указанию онлайн услуг во всем мире, какие налоги? Это не совсем специфичный вопрос. Это не специфика вашей работы, с какими задачами люди к вам обращаются и в каких вопросах вы можете помочь? Я бы сказал так, с любыми вопросами, связанными с США. Но, скажем, наш конек – это корпоративные сервисы, это иммиграционные сервисы и процессы адаптации вашего бизнеса в Америке. Еще такой важный момент, который я хотел подчеркнуть. У нас такое тоже довольно часто люди спрашивают, а вообще, когда лучше иммигрировать в США? Ответ такой – лучше всего, когда в США иммигрировал ваш дедушка. Поэтому подумайте о ваших детях и внуках. Окей. Не скажу, что прямо совсем-совсем исчерпывающий, но весьма заставляющий задуматься ответ. Татьяна, извините, пропали ненадолго. Вопрос тот же самый по поводу налогов. Там недостаточно деталей. Вообще нужна консультация налогового эксперта. И это будет зависеть от того, человек проживает в США или он проживает за рубежом. Имеет ли он бизнес вообще онлайновый или у него компания зарегистрирована в США и, может быть, какой-то офис находится здесь. Тогда, возможно, это только корпоративные налоги. Плюс в США мы имеем федеральные налоги и налоги штата. Несколько штатов, как, например, Флорида, Невада, они не имеют налога от их штата. Но я думаю, что лучше всего обговорить детали с налоговым специалистом и подумать на ту тему, где вы будете вообще этот головной бизнес иметь в свой офис. Окей. Туяна, спасибо. Григорий, да, пожалуйста. Да, у нас есть налоговый специалист, который с удовольствием вас проконсультирует. И желательно, чтобы вы более подробно написали свой вопрос, чтобы он был готов к консультации. Ну что ж, дорогие друзья, полтора часа. На самом деле, я так понимаю, мы можем говорить еще очень-очень много, потому что мы раскрыли вот такую малюсюсенькую часть. Но в любом случае, во-первых, наши эксперты с этой планеты никуда не исчезают. Помните только, что находятся они в Сан-Франциско. И поэтому вот в то время, когда у нас раннее утро, у них поздний вечер и наоборот. Соответственно, по времени спирайтесь, хотя и телефоны здесь тоже есть у всех наших экспертов. Можно позвонить, задать свой вопрос, потому что я предполагаю, что многие вопросы, они по той теме, которую мы обсуждали, скорее решаются в частном порядке. Итак, Григорий Финтельсон, президент American Corporate Services. Андрей Самокиш, директор по развитию American Corporate Services. И Туяна Купис, лицензированный иммиграционный адвокат American Corporate Services Law Offices. Друзья, спасибо вам огромное. Мне было очень приятно. Классно провели полтора часа, то ли еще будет. Будем сейчас оформлять это еще в материал. В ближайшее время на Прианру. Статья и полный отчет, собственно, видео, кто не успел к самому началу нашей трансляции. Спасибо вам огромное. И до скорой встречи. Филиберизм. Благодарю. Надежда, мы за рубежом. Всем пока. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.